здравейки ребят вы на канале ford mac ну что же видео от короля демоча а именно посвященные counter-strike 2 которую не дали поиграть довольно обидно самом деле ведь не всем выдали бетки давайте посмотрим что же он такого замутил как уже свою контру с бэк джеком и шикарным оружием он сделал поехали короче я не получил петку кс-2 почему всем паре а мне нет ну и ладно тогда я сделаю свой мир собственно делают шутеры пошли пошли покажут пошли до вашей говорю не хочешь итак нужно начать старта контента далее перейти на тэмпл с и фьючер спать потом использовать engine source добавить к нему все что необходимо после чего завязать график таргет при этом выбирая шаблоны я я а можно пожалуйста попроще для таких тупни как я но честно скажу процесс реально сложный ну конечно да сейчас это все упрощается посредством множества очень удобных инструментов но все равно для новичка это все кажется реально какой-то знаете запуском ядерной ракеты за что это все значит ладно тогда с импровизи о ебать а почему здесь это исчезнувшие а точно кашу же уже разбанили все и уже разбанили первой сделать платформу на котором все и будет держаться 2 добавить стрельку я добавил модельку калаша и пистолетом и теперь добавим саму стрельбу в играх бывает двух видов игры где пули летят туда куда вы целитесь и вторые где вам нужно изучать траекторию полета раз у нас каждого руши не дай бог ты хотя бы один из этих пунктов не будешь стать в идеале то тебя кикнут за что но вообще-то это добавляет реализма реализма очень опять же реализм это хорошая вещь но когда ее в меру потому что если перебарщить с реализмом произвете с овер реализмом то это порой получается довольно жопно особенно если знаете получается не реализм а овер реализм который ничего не имеет с реальными событиями что слишком сложная механика вождения ли там передайте пересложненная механика стрельбы это никому не дает удовольствие только если конечно не какой-то особый мазохист я наступил в душнилу 3 я добавил название команд и меню закупа оружием чтобы было удобнее менять оружие хотя у нас сейчас из оружия только калаш и пистолет пункт 4 теперь нам нужны модель и солдатиков я как раз нашел этот пак абсолютно бесплатно ну и раз они у нас есть надо бы применить их на нашего дефолтного пухлика и вдохнуть в него жизнь воскресе сын мой оуе господь делает вот что господь делает пункт 5 или вроде 6 я запихал в него кучу анимации анимация ходьбы крышки анимация медленной ходьбы подтягивания танцы пункт 7 мультиплеер видите ли кодить не моя сильная сторона так что нам нужна помощь а я бы хотел пожаловаться на ваши комментарии почему все пишут комментарии по типу свободу артему за сколько нынче артемы надеюсь ты артема держишь не в подвале ну что за бред у меня с артемом исключительно уважительные отношения так что хватит писать дебильный комментарий ну серьезно просыпайся ты будешь 40 часов подряд писать код нас и плюс плюс и не дай бог я найду хотя бы один парк уже не хочешь чтобы все было как в прошлый раз вот отлично пока артем разбирается с мультиплеером свободу артему хэштег свободу артему из грязных рук кингдема скажу что вам делать с ненужными скинами в кс-го недавно случайно попал в свой инвентарь steam и начал листать шмотки из dota и кс и прочих игр тут куча хлама которым я не пользуюсь надо бы избавиться от них я знаю выгодный вариант ли скин автору приятного аппетита мы же продолжаем и как видите я подключил троих своих омми и все работает подожди подожди давай давай попробуем за карты одновременно одновременно 8 карта игры изначально я хотел взять мне до реалистичный даст 2 но блин я хочу чего-то нового из года в год даст как был таки остается только графон меняется локация одни и те же пасть как бы думается какие новые визуальные фишечки но честно порой да даст он уже настолько за достал всех что видеть уже невозможно его всему я нашел эту бесплатную карту в пустыне и как говорится control c control в было твоим столом наш для глянь у меня теперь ноги работают что с ножом немного летающий нож поработать это тут темно как всегда что-то куда цвета корм мое почтение как будто знаете смешали майкла бэя на найти с мощным контрастом и клабея и добавить мы сам этих устой тьмы от великого и могучего заказ снайдер что-то переборщили дядь слышь думаю будет правильно если мы закроем все входы и выхода то кемпер будут душнить всю игру какой-то черт с дропашом зайдет вот сюда и просто будет набивать фраги хотя знаете добавить побольше каких-то абсурдных ситуаций добавить как раз таки очень абсурдных врагов сделать картинку прям поярче по контрастной по святости и у вас пожалуйста будут когда эти не использованы карта для серьезного семёна на говоря в девятом пункте этим я и занялся я полностью закрыл все входы и выходы в домиках чтобы кемперы не действовали другим игрокам на нервы пункт десятый а я добавил два раза больше пушек чем в кс-2 учись гейб настроил анимацию стрельбы когда оружие шатается и задумать на самом деле смыть подобные видео в которых очень так знаете вроде вскользь но все равно упоминаются какие-то за эти особенности создания игр да порой не супер подробно каждый за эти там мельчайшую детальюшечку объясняет кингдем но все равно приятно смотреть на подобный процесс дачи и анимация затвора и мазал флэш а перезарядку добавим в бета-версии ибо мало кто знает но анимация именно перезарядки оружия может занять минимум я повторюсь минимум месяц если же сделать эпичную анимацию как например ютубер хумас или хумас с ореха за как правильцы были на посмотреть что-нибудь от него а то мне советую частенько то такое спокойно и два месяца займет раз это первая альфа-версия анимация перезарядки оружия нету но в любом случае я добавил в игру анимацию попадания пуль и конечно же рикошет один из ты ну раз это альфа-версия то я добавил простенький закуп а в дальнейшем у нас будет 3d анимация но пока обойдемся простенькими списками как в кс-1 и 6 а для того чтобы было понятно что ты покупаешь я фотошопе сделал кнопки отдельно для каждого оружия а и кстати для диффузов я просто добавил плоскогубцы и вырезанные провода и выглядит прям умбово далее я настроил каждую опять же в принципе не обязательно где-то на эти супер трехмерные модельки даже хватит от хорошего понятного списка главное чтоб список был удобен они из разряда как маленькая милипистическая картиночка типа с таким небольшим описанием правда это уже порой неудобно чего чего порой не понимают некоторые создатели своих кс убийц из андроида всего сделанных одним пашкой обосранцевым который даже не работает и имеет собой вирусы потому что google play это не проверяет оружие в руке что заняло у меня примерно три дня боюсь представить сколько у меня займет анимация перезарядки 12 улучшение карты а я сделал стрелочки и обозначатели закладки бомбы а и б со своими ассо ютим и пару стикеров и обозначателей чтобы игроки не запутались как думаешь дядя симпол не обидится на такое погоди я не вижу качи джим так ты щас вроде молотов взял вот сейчас попробуй а вово я же мать какой-то не молотов а призыв огненного демона короче я тут подумал это нюхай беку году или насчет 3 давай 1 2 я не успел это 250 тысяч так если сильно зажать можно на другой конец что мощным что что я на тебя запрыгнул атаке паркур добавил можно тебя смотри сбираюсь это прикольно это по-настоящему праведное братское взаимодействие и я буду твоей колонны я буду твоим счетом главный самый не перебарщивый дружок очень круто ставь бомбу на на четверку зажми просто и все текстуру бомбы не добавил еще дядь иди сюда иди сюда знаешь что это гранд мобайл лучше бай вторая реклама автру приятного пизита мы продолжаем 13 на берешь в прошлый раз многие писали что анимация в меню была прикольная но можно было бы и побольше сделать хорошо я снова залетел в мид джорни написал солдат сидит на песках с оружием в руках и из восьми вариантов мне понравился вот этот я закинул его в автор эффект анимировал ему рот ну типа он в пустыне в маске типа в маске душно и поэтому он дышит ртом ну потому что вот ну короче вы поняли далее анимировал задний фон убрал небо и заменил на таймлапс облаков анимировал пальмы на заднем фоне и добавил вертолет который я нашел на ютубе и как последний штрих добавил эффект пыли но типа это пустыня и там бывает песчаной бури очевидно и вот что получилось не выглядит неплохо очень даже неплохо и кстати я решил заморочиться и для хп анимировал сердце когда вас будут попадать пули экран будет краснеть из-за того что у вас мало хп сердце будет биться быстрее а а чтобы я мог прикольно усти мне надо сделать еще для него бога и снова залетаем в миджорни по идее у меня будет команда красных и синих они теровы кт поэтому я так и написал и в итоге я не шучу из 56 вариаций я выбрал вот это лога и вот этот постер контер стирик логотип очень даже прикольно выглядит атмосферно для игры а потом придумал оригинальный логотип и название и да у меня игра называется контер стирик а пожалуйста не путать с моим конкурентом контр страйка потому что ну кому на них даже паркура в игре нет 15 по моему звуковые эффекты я позаимствовал звуковые эффекты старой версии кс go 2016 года какие же там были кайфовые звуки это просто что-то а для меню я нашел эту мелодию с нотками арабской музыки добавил звуки вертолета песчаной бури звуки войны и в целом для альфа-версии очень даже ничего ну-ка not bad not bad еще одна фишка моей игры это общий голосовой чат с противником знаете эти моменты когда ну ты видишь что челик играет с читами и пока ты напишешь ему все что-то о нем думаешь ты уже упустил моменты как-то кринжова что ли лучше высказать все это ему в лицо 17 как поиграть в альфу увы бета-версию в стиме мы зальем в конце августа ибо нужно будет добавить ачивки а ну понятно анимации перезарядку магазин жирный магазин очень жирный магазин магазин для магазина и еще парочку магазинов для парочки предыдущих магазинов вообще бы шикарно прям по современным стандартам а потом все это еще будут две недели проверять поэтому чтобы поиграть в альфу сначала нужно запустить стим потом скачать альфа-версию контр-стерика которая будет в описании содержимое архива закинуть в любую удобную для вас папку и запустить игру после чего вы либо можете создать свой сервак либо подключиться к другим челикам просто нажимаете один раз на тот сервер в который хотите войти и подождите 5 секунд что ж после того как поиграете в альфу версию напишите чтобы вы хотели исправить или у вас есть какие-нибудь крутые идеи а я вижу потенциал в этой игре но увы для создания полноценной игры потребуется минимум полгода так что думаю раз два месяца я буду выпускать обновы но уже в стиме и надеюсь мы со временем переплюнем кс-2 что огромное вам спасибо за просмотр надеюсь вам понравилось а кстати вот эту локацию я решил назвать базар хоза мне мид не очень нравится я просто назвал в базар но надо будет потом название придумать на карте в любом случае еще раз огромное спасибо всем пока ну чтож неплохо черт подери такой процесс создания своей закрытый контр-стирик но цена приятный процесс спасибо кингтем что посвятил нас как создать свой шутер может быть когда-нибудь кто-то вдохновиться и создать своего знаете убийца контр-страйка свой контр-стирик альфа супер дупер и в общем по живым увидим но процесс приятный был и черт подери может скачать попробовать надо попробовать любом случае спасибо респект лайк обязательно поддерживайте автор оригинала само собой заходите на оба моих канала с точки в описании также заходите на бусте с эксклюзивным контентом по аниме и сериалам ссылка также в описании лайк комментарий и спокойной вам ночи дружки пирожки а а Субтитры сделал DimaTorzok